У них рекламный слоган. У тебя есть девушка, да? А как студент на грани суицид, который ты спасёшь норовоучениями? Студенты пиздоболы, они не просто нытики, которые требуют внимания к своей персоне, блядь. И всё, что им нужно, чтобы какая-нибудь пизда, блядь, подумала, что они не такие, как все, и заметила их индивидуальность, блядь. Как в ёбаном, блядь, режиме аниме. Американское морское чудовище. По бошенному ходят слухи о морском чудище. Все говорят, что оно длинное и чёрное, и появляется только в присутствии одного старика. Казалось, чудище сам старик. У него было приспособление, позволяющее дышать под водой. Истройство их прям необычное, но, уверяю, опасности нет, можете выходить в море. Будет конкурс на 100 зрилов. На первые 100 платных подписчиков. Понимаешь, я, братан, я начинающий стример, но не тупой. Ты думаешь, я не знаю, как тут дела делаются? Люди, меня же не за что бьют! Он ничего не делает! Понравилось, но пожалей! Не бушать! Они перебрали бля, и им не понравился мой голос. Откуда такие спонсоры? А я просто с девушкой говорил. Это просто реферальные ссылки. Ваш выговор мне не знаком. Я ставлю баннеры разных компаний, переход по ним дает мне разные бонусы, типа, я потом меньше трачу в этих компаниях. Просто рефералочка, типа, знаешь, как бонусы. Кроме игр, ты что делаешь на стриме? Да. Я смотрю видео, и смешно комментирую. Из-за выговора люди меня совсем не слушают. Возможно, нас свела судьба. Я живу в деревне в нескольких милях отсюда. Там как раз заложили рудник. Не знаю, будет ли толк, но, может быть, вы этим заинтересуетесь? Да, Тандер, да. Я загляну. Если что-то путное, можно будет обсудить. Смешно? Ты серьёзно? Да, да. Не, ладно, блядь, ребята. Я... Что касается комментирования видосов в режиме онлайн, блядь, я далеко не в самой жопе. Если сравнить меня с другими комментаторами, нахуй. Так что, давайте это. Не выёбывайтесь, не выёбывайтесь. А ты сырёшь? Нет, я никакую. Никогда. Так, давайте опять пиздоболочь. Квест пиздоболочей. Впервые я этот свет увидал в Бостоне. Я как раз сдавал добычу в лавку, когда из-за Биконхила взвелось пламя. Спасибо, Кастальшин. Аж в небо ударило выше луны и исчезло. Я был не один. Все, кто рядом стоял, головы позадирали и пялились наверх, разинув рот. Что это, не знаю. Но явно не из этого мира. Ясно, ясно, пиздоболочь. Понял, понял. НЛО. В одессеевской броне можно прыгать с левой высоты и не разобьёшься. Это правда или рафлан ебало? Че, давайте, давайте поиграем в ролевуху. Какую, какую мне роль взять? Давайте, ладно, без рук, прям, прям в ролевуху поиграем. Роль старой проститутки мне не предлагать. Хелл, я, ты готов лишить девственности свою подписчицу? У меня 11 лет. Блядь, 11 лет старовато, конечно, будет. Будет продавщица в киоске, блин. Давай, продавщица в киоске, хорошо, нахуй. Поехали, блядь. Так, давай, проходим. Я вас слушаю. Алло, молодой человек, мы будем что-то брать или нет? Дайте мне, какие сигареты? Да не, я понял, что... Я понял, что, ребята, не получится, когда стоит столько людей в очереди и все пытаются тебя, блядь, наперебой спросить, блядь, какой-то хуйни. Забейте, не вариант. Забейте, забейте. Разменяйте перетычную купюру, пожалуйста. Да, хорошо. Вот. Пять тысяч по рублю, блядь. Следующий. За, 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 за. За, 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 за. Так. Бля, ну, пиздец, мы Бостон вообще зачистили, Ларафлан ебало. Ну, вот здесь еще только вот посылочка, да? А, вот, а, не, нихуя, вот посылочки открылись и прочее дерьмок стоя. Ну, мы сейчас это закроем. Можно водки? Какую? Хотя, погодите, судя по вашему виду, вот. Успенская рублевская чекушка. 20 рублей за смерть. По карте оплата или... наличными? Как тебе Бостон, охуенный? Классный Бостон, пиздатый. Похвалите еще Бостон. Заебись, блядь. Кругом американцы. Два метра. Все накаченные, красивые, богатые. Не то, что русские ваньки, блядь. Наконец-то, блядь, я нахуях прыгаю достойных. А вот еще один альмонах, ребята. Альмонах бедного Ричарда, выпуск второй. Не раз уж и видел я, как хлебород, хохлебороб, колосья ловко связывает в сноп. А ветер надо разбрасывать посев. А ветер рад разбрасывать посев, его работу долгую презрев. Затем с дождем приходят облака, чтобы досадить ему наверняка. Выходит, даже вырастив плоды, никто не застрахован от беды. Многие прахом пошли состояния, когда женщины на чай променяли вязание. Кто ложится с собаками, проснется с блохами. Блохами, блохами. Обильная кухня, слабая воля. Сомнение и осторожность порождают безопасность. Бойкий язык, беду приносить привык. Среди ярких звезд идет за годом год. Планета совершает оборот. От центра в направлении полюсов есть пять разновеликих поясов. В центральном, нестерпимый, вечен зной. В двух крайних, вечный лед и ветровой. Остались два. И вот они, друзья. Природою даны нам для жития. Можешь советоваться с вином, но решение принимай с водой. Кто быстро пьет, медленно платит. Великий голод, волки едят волков. Лишится хорошей жены, лишится божьего дара. Приручен конь, и жена присмирела. И проповеди не расходятся с делом. Тот плохо одет, на ком нет добродетели. Смерть словно рыболов и в сети нас, готова заманить в который раз. Притом весьма жестокий рыболов, отличный от обычных рыбаков. Тех мелких рыб, что рано изводить, мы выпускаем, стоит изловить. А смерть сожрать готова всех подряд. Добыча для нее и стар, и млад. Сердце глупца в его рту, а рот женатого человека в его сердце. На людей и арбузы трудно распознать с первого раза. Тот лучший врач, кто знает о бесполезности большинства лекарств. Берегись дважды вареного мяса и старого врага, с которым помирился. Гений в своей стране, что золото в шахте. Незначительных врагов не бывает. С любезную супругой моей, все не могли решить мы, кто главней. И каждый приводил со стороной тот аргумент, что муж един с женой. Един выходит в облике мужском, или в женском. Спорим мы как раз о том. И потому наш спор не прекращен, что оба мы как раз в обличии жен. Потерял сапоги, зато сберег шпоры. Старик отдал все свое сыну. Солонину, глупец, зачем раздавать раньше, чем ложишься спать. Сыр и солонину не стоит смешивать воедино. Двери и стены бумага для глупца. Восхвали злодея, и он на тебя нападет. Напади на него, и он тебя восхвалит. Рот смачивай, а ноги держи сухими. Соседа раз девица привлекла, умна, богата и притом мила. Сосед судьбу благую торопит. Торопит, как будет правильно, торопит, наверное, да? Но девушка венчаться не спешит. Не диво, был известен с давних лет. Как блудный сын, а любезный мой сосед. Клянется, что со свиньями не жил. И правда, кто бы к ним его пустил. Где ждут, не дождутся хлеба, могут продать все. Мы честь обрести не сумеем, договариваясь со злодеем. Намерен дурак, как мы видели с вами, день-деньской беспокоить пламя. Снежная зима к обильному урожаю. Нет никого глупее пьяного. Господь способен удивлять, узрите. Честный адвокат. Жизнь плотская исключает жизнь вечную. Невиновность сама по себе защита. Раньше говорили, время все пожирает, но не сейчас. Сейчас выпивает. Ничего после праздников она протрезвеет. Блять, альманахи... Я сейчас повторю, альманахи охуенные. Мне прям нравится их читать. Помоги сделать химию, а x квадранта 2, сим, гиппосиус, жопа, пизда, ебаная. Равняется x, y. А че мы сделаем-то должны, блин? Подожди, какого хуйца? Я не понимаю, здесь было задание убить. И чего? Погодите, блять. Его, типа, убили другие? Типа, эээ... Типа, он, 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 он умер заранее или че? Это ж геометрия. Ну, не знаю о чем-то. Все, ребят, я уже не играю в продавщицу. С вами неинтересно. Ха, ни хуя, бля. Понятно. Девочку из онлайн-игры, мб? Ой, блядь, девочку из онлайн-игры, это да, ребята, это да. Это да. Это я изи могу сыграть. Девочка из онлайн-игры. Блядь, да куда они исчезают? Какого хуя? У меня была метка, потом метка пропала, потом появилась, блядь. Что за пизда, блядь, а что за пизда нахуй? Вау, кактус, кактус. Кактус, кактус, ты не трус. Ты лучший, ты лучший кактус. Если я вру, пусть я обосрусь. Кактус, кактус. Семь подписок не по фэншую. Почему не десять, например? Что за число семь дурацкое? Отгоняешь нам с трепетизером, будем платить тебе деньги. Я уже. Откуда у этой бабищи столько денег? Небось, мужик ее взяток набрал, раз такую халупу строят. Хе-хе-хе. Спасибо большое, Юбисофт, за 50 рублей. Описание вида. Дедстример. Гуманоидное существо, ростом приблизительно 28 метров. У субъекта наблюдается малое количество мышечной массы. Предварительные анализы масс тела показывают легкое недоедание. Член непропорционально велик по отношению к телу объекта. Длина равна примерно полтора метра. Субъект в больших количествах вырабатывает токсины. Так, ищем НЛО, ребята. И че? Взаимодействуйте с подсказками. Блядь, да я не вижу ни одних подсказок. Алло. Подсказки-то где? А, нихуя, блядь. Так. Somebody was told me. Мы че там попили, попили. И че, блядь, и куда? Неужели мы допрыгнем здесь? Ну, нет, конечно. Конечно нет. Спасибо, аноним. Спасибо большое еще раз, кактус, за твою щедрость невероятную. Спасибо тебе, бру. Может быть, здесь наверх... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! я упал так черт найти найдите одноногого побрякушники побрякушки а найдите для одноногого побрякушки понятно так здесь вроде бы все теперь пойдем вот сюда сыграй препода по истории лаконично стоим и стиль мы гранит нло трудно бостон не эти того кто не видел огня в небе в небесах весь город вы об этом судачит но я выяснил что огонь этот вполне земного происхождения это всего лишь зонтик отражающий лунный свет между деревьев которому помогли воображение и слух слухи вернее так благодарочка еще раз кактусу великолепному спасибо большое кактус 021 почему-то как тут когда я слышу твой никнейм я вспоминаю кактуса из final fantasy а что это за альманахи вот это вот блять это законченные альманахи или что разбогатеть он хочет но при том забросил ферму земли скот и дом растрачивает резво капитал да и здоровье тоже промотал все время ошиваясь кабаках у нас а растущих позабыл долгах все стены подопрут его собой иначе как идти ему домой никто не моли не молится лучше муравья которые молятся молча и на отсутствующих всегда есть вина и у присутствующих оправдания подарки разбивают и скалы коле кутаться часто приходится завещанием пора заботиться гнилое яблоко портит и другие язык когда-то сердце услужил услужал что сердце скажет а передавал когда же лицемерить всяк привык не сердце направить стала язык и добродетели вся увы и ах все больше на словах а не в делах чтобы ярче был пример представьте вы как жил бы робин гуд без тетивы не бросайте камнями в соседей пока у самого стеклянные окна кабан ценен упитанностью а человек добродетелю и хорошие жены и хорошие плантации получаются у добрых мужей тот кто продает на доверие продает на доверие на теряет многих друзей часто нуждается в деньгах черт тебя побери не для всех проклятие тебе ума отмерил явно бог лишь столько чтоб ты сам одеться мог но и тебе дозволено судьбой и жить и даже гордым быть собой недавно я такого повстречал я знал его но он себя не знал хоть знал меня не видел я таких кто тайну собственной души постиг влюбленные странники и поэта готовы заплатить чтобы их услышали кто много говорит много ошибается у аудиторов памяти лучше чем у должников мужа что рогами щедро награжен награжден вооружен но не предупрежден однажды некий беспокойный уилл себя он больным взял бы и вообразил приходит доктор как ваш аппетит не жалую всегда бываю сыт а спите как прекрасно как ем не пью я абсолютно без проблем симптомы доктор мы вымолвил ему все эти я лекарствами сниму в трех вещах чаще всего обманываются мужчина в лошадях в париках и в женах тот кто живет хорошо узнал достаточно нищета поэзия и звучные титулы делают из человека посмешище пусть не ходит босиком тот кто разрабатывать разбрасывает гвозди нет обманутых кроме тех кто доверился когда вы больны то лекарство которое нравится вам выберите в первую очередь то лекарство которое предсказывает ваш опыт во вторую очередь то лекарство которое предсказывает разум то есть в теория в последнюю очередь но если вам удастся убедить доктора предпочтение доктора но если вам удастся убедить доктора предпочтение доктора опыт и док опыт предпочтение доктора опыт и доктора разум а вот держать меж собой совет они дадут вам лучшую рекомендацию какую только можно получить бог исцелит а врач берет гонорар если желать многого то это многое многое будет казаться малым. Ротик Мэри ничего ей не стоит. Она открывает его только за счет других. Получай, прежде чем росы расписываться, но расписывайся, прежде чем платить. Я мало видел тех, кто умирал от голода, а от еды 100 тысяч. Зимой солнце ближе к земле, чем летом. На 15 тысяч 46 миль. Погода зимой холодная из-за того, что выходит оно ниже и светит меньше. Луна ближе в Пиригеи, чем в Апогеи. На 69 512 миль. Сатурны 49 868 миль. Юпитер на 38 613 миль. Марс на 80 608 миль. Венера на 6209 миль. Меркурий на 181 427 миль. И все же, Меркурий никогда не отдалялся заметно от Солнца, как и Венера. Никогда вы не увидите секстиль Солнца Меркурий или квартиль Солнца Венера. Девы Америки, кто виноват в том, что у вас плохие зубы? Ответ. Горячие супы и холодные яблоки. Выдай замуж дочи, вскоре будешь есть свежую рыбу. Кто благословлен Господом, у того и сука опоросится. Кто желает все дни свои в мире прожить, не подумав, не должен говорить и судить. Адью. В прошлогоднем своем армонахе я упомянул, что, видимо, из-за отмения года 1536 предзнаменуют великие и удивительные события, относящиеся к северным колониям, и обещал рассказать о них в этом году подробнее. Но поскольку события тех не стоит ожидать в ближайший год, я решил обдумать все хорошенько, воздержаться пока от их описаний до тех пор, пока не выйдет мой армонах. В том году, в котором они должны произойти, однако, чтобы не разочаровать полностью читателя, ниже для его развлечения, я привожу загадочные пророчества, которые тем, кто их не понимает, не дадут исчерпывающего ответа. Еще до середины этого года на северо-востоке поднимается сильный ветер, который перенесет воду из моря и рек, да так, что под ней окажутся значительные части городов Бостона, Ньюпорта, Нью-Йорка, Филадельфии, низменности Мэрилэнда и Вирджинии, а также город Чарлстон в Южной Каролине. У кого запасены там в погребах соли и сахар, будут довольны, если прочны у них крыши и потолки. В противном случае же случае не надо быть кудесником, чтобы предугадать, что припасам этим легко может быть нанесен ущерб. Примерно в середине года множество полностью погруженных судов будут выведены из портов силами, с которыми мы не враждуем. Груженных, вернее. Причем такими, которые нельзя увидеть и описать, а также назвать приходящими или уходящими. Но не стоит ожидать, что такое предприятие непременно навредит порта. Однако вскоре после того заметная армия в 20 тысяч мушкетеров высадится частью Вирджинии и Мэрилэнди, а частью в нижних графствах по обоим берегам Делавэра и захватят эти земли и станет крайне досаждать их жителям. Правда, чем ближе к зиме, тем гибельнее для них будет местный климат и дойдет до того, что с началом заморозков их охватит падеж. 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 Точно стадо больных овец и к рождеству жителей одолеют их окончательно. Внимание! В следующем выпуске Альманаха я дам пояснение к этим загадочным пророчествам. Последний Альманах, ребята. Предисловие. Любезный мой читатель, вот уже пятый раз появляюсь я на публике, размещая будущий год для своих славных соотечественников и предсказывая, что будет, что может быть, а чему не быть. Должен признать, что занятие это приносит неизвестное удовлетворение. Поистине, при таком множестве астрологических предсказаний неудивительно, что некоторые оказываются неточны. Не умаляя важность самого этого искусства, стоит лишний раз заметить, что даже мельчайшая ошибка одна единственная неверная цифра, прокравшаяся в расчеты, может привести к громадным расхождениям. Что касается нас, пишущих в Альманах, то если мы... Стример услышит, пусть стример придет, пусть стример там стрима скорее подстет. Ведь так не должно быть на свете, чтобы... Да, 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 вот это вот, да, так не должно быть на свете, да. Чтоб стример сидел в туалете, да. ВС, для тебя, мой дорогой тешенька, меньше, чем 3. Спасибо, спасибо, спасибо большое, кактус за 760 рублей, это очень щедро с той стороны, целую тебя, нет, никуда не целую, ты весь в колючках наверняка, возможно, ты не бритый кактус, большое тебе спасибо, правда, за твою поддержку, это очень щедро, премного благодаря, ну а тебе поцелуйчик, вот, и ребят, наверняка, тебе тоже благодарны, которым выпала сапка. Вот, спасибо, спасибо большое тебе еще раз. Благодарю. Итак, без сомнения, точны, указываем день выхода, в чем, я полагаю, и есть главные пользы Альманаха. Что же до погоды, мне хотелось бы избежать соблазнов и подобиться в ее предсказаниях моему брату ДН Дну, блять, и пуститься в разговоры о том, что в Новой Англии, в Новой Англии Д будет снежно, в Южной Каролине дождь, на севере холодно, а на юге тепло. Задается мне, что вряд ли, как будто я услужу рассказами о том, какова погода за тысячу миль от них. Лучше я коснусь той погоды, что затронет непосредственно читателей, и заключу оптимистично, что она будет именно такова, какая ему угодно, и придет в нужное ему время. Прошу лишь только дать мне право на небольшую ошибку в день 2 до или после назначенной даты, и учесть, что вину за несбывшийся прогноз должен разделить со мной и мной издатель, который будет... который буде возникает, буде возникает, на то необходимость располагает всей свободной изменять его по своему усмотрению, хотя бы и за тем, чтобы подгадать хорошую ему погоду под собственные выходные. Добавлю еще, что раз достается ему от почтенной публики часть славы за мой альманах, то должна достараться и часть моей вины. Не могу не поблагодарить почтенную публику за всю ту поддержку, которую она мне оказала, если бы любезный приобретатель моих трудов мог видеть, сколь частые его моменты помогают... монеты помогают мне разжечь уютный огонь и наполнить тарелку с чашкой, да радуют сердце бедного человека и доброй старой женщины, он не счел бы свои деньги потраченными напрасно, даже если бы в его альманахе половина листов оказалась пустыми. Ваш друг и покорный слуга Эр Сондерс с надоби от укуса гремучей змеи. Индейцы долго держали в секрете растения, которые лечат укусы и добитого пресмыкающегося, известного как гремучая змея. Надеюсь, что окажу достойную услугу этой части света, если я раскрою их секрет в ниже следующем описании с иллюстрацией собственного листа растения. Верхняя часть растения в его ветви толстые в августе и сентябре расцветают маленькими желтыми цветками. Имеет разновидность золотарника, отличающегося от других сортов гладкостью листа и остротой его вкуса. Живание и глотание его листьев сопровождаются кратковременной остановкой дыхания и сокращением мышц глотки. Стебель его в полный рост почти достигает одного ярда в иных районах и превосходит. Цвет его тусклопурпурный, сам же он гладкий, покрыт мелкой голубой пыльцой, как многие английские сливы. Растет он во многих лесах, но в тени деревьев встречается редко. Также попадается на берегах исцелших русел, иногда и прямо в них, и в живых изгородях. Пышнее же всего он произрастает у ручьев, если больше там было плодородно, не слишком влажна и не слишком тениста. Корень растения продолжает расти зимой и при надлежащем уходе даст на второй или третий год не менее 50 стеблей. Индейцы применяют его по-разному, иногда размалывают камнями, а иногда жуют и выплевывают в рот страждующего. Бывает так, что прикладывают к ране или возле раны, либо же варят и дают выпить отвар или промывают отваром рану. Так или иначе, часть растения проглатывается больным либо со слюной, либо с водой. Сами-то тем, кто хочет быть богатым. Все преимущества денег в возможности допускать их в дело. Если бы известно своей честностью и осмотрительностью, то за 6 футов в год вы можете получить 100 фунтов. Кто в день попусту тратит 4 сеанса в год, выкидывает на ветер больше 6 фунтов, то есть, что и есть цена пользования 100 фунтами. Кто день за днем попусту тратит столько времени, за сколько мог бы заработать 4 пенса, теряет право пользоваться 100 фунтами. Кто попусту тратит время, в которое мог бы сработать 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов, с тем же успехом мог бы выкинуть 5 шиллингов в реку. Кто теряет 5 шиллингов, теряет не только эту сумму, но и всю пользу, что мог бы получить, попустив ее в дело. А это, если начинать с юности и к старости, могло бы обернуться немалым мешком с деньгами. Блин, полный пиздец. Опять же, кто продает в кредит, берет не только цену, за которую продается товар, но и процент за пользование своими деньгами в течение времени, на которое он готов судиться. Судить, вернее. Следовательно, кто покупает в кредит, платит за это процент. Тот же, кто платит сразу всю сумму наличными, мог бы пустить эти деньги в дело. Следовательно, и он, завладев купленным, платит за то процент. Так что, если вас одолеет желание купить то, без чего можно обойтись, задумайтесь, согласны ли вы платить за это процент и еще проще, и еще процент за процент до конца жизни. А если покупка со временем становится хуже, то и больше того. Притом, если покупаете товар, выгоднее заплатить всю сумму сразу, ведь он, кто продает в кредит, рассчитывает на потери в 5% из-за неудачных сделок, поэтому сразу закладывает эти потери в цену товара. И те, кто покупает в кредит, оплачивают часть потерь продавца. Тот же, кто платит всю сразу сумму, избегает или может избежать этой необходимости. Сэкономленный пенс, два пенса чистым в будущем, и грошей складываются шиллингами. Сохраняйте и приумножайте, из мелочей слагается крупное. Блять, хуйня ебаная, не альманах этот последний. Евреям бог принес спасение, но впрок не стало откровения, так медиков, презрев старенье, не все приемлют прививание. Мол, сатана, что Иова пытал, ему дурные мысли также прививал. Допустим, друг, ты верно все сказал, но вспомни, после Иов процветал. С величайшим и величайший из монархов на высочайшем из тронов сидит на своем заду. Жизнь, прожитая не по пусту, вот настоящий шедевр. Кто крадет у старика ужин, тот ничем ему не вредит. Малыш фракийский только что рожден, но в доме слышен похоронный стон. Малыш фракийский смертью, унесен и с радостью родными погребен. Иной, кто про обычаи сей прочтет, его бездумным варварством сочтет, но если вникнуть очень может быть, что древним есть чем у нас поучить. Селянин между двух юристов, что рыба между двух котов. Умение отдыхать важнее умения завоевывать, узкоряги и сыр всех полезней. Вдова почтенная жена оскорбит по умершему мужу и горем так поглощена, что ей весь мир с тех пор не нужен. Надежду заглушает боль, укоренился траур в доме. Несчастный мучится доколь, один ушел, не будет другому. В любви и власти компаньоны ни к чему. Кратчайший путь к славе делает для совести то, что делает для славы. Много денег тратится на то, чтобы рассмешить окружающих, хотя тратящиеся о том и не подозревают. Взгляните, например, на славного жеребца мистера А и шикарный особняк мистера Б. Раз с молитвой в храм Аполлона прибыли, нимфы в слезах и пастушок безутешны. Обмануты теми, кого полюбили, хотят убедиться, что сами безгрешны. Долго молча стоял и размышлял Аполлон, а после вердикт наконец вынес он. Лишь тот безгрешен может быть, кого не искушали и непорочной только та, кого не соблазняли. Придумать цель в жизни почетнее, чем придумать сюжет для книги. Бедный Рой ест как здоровый, а пьет как больной. Тяготы и потери нас делают скромнее и мудрее. Любовь кашель и дым вскрыть непросто. Богач стремится лишь приумножать, хоть и твердит душа ему потрать, ловкать же, промотать мечтает разом, все то, что заработать хочет разум. Счастливей был и тот, и счастливей был и то бы и другой, когда бы поменяться им судьбой, или совместить их, чем двоим страдать. Один пусть лучше будет ликовать. Лучше хорошо сделать, чем хорошо сказать. Невесту золото, невесту золото и наряд не выбирай там, где лишь свечи горят. У того, кто может долго страностроить, пешком хорошая лошадь. Не бывает как некрасивых возлюбленных, так и красивых тюрем. Нет лучше знакомства, чем разумный и преданный друг. Неси нам, мальчик, чашу из фарфора и до краев водой наполни спора. Еще потом подай ямайский ром и ложку, чтоб блестело серебром. Нож, ситечка и сахар и стакан и фрукт, что нам природой добрый дан. Пока часы раз десять не пробьют, ничто не потревожит наш уют. Путешественник должен иметь носа, борова, ноги оленей, хребет осла. В дом работящего человека голод лишь заглядывает, но заходить не смеет. Хороший юрист, плохой сосед. ебать, бля! Бля, чат. Ну, пару раз запнулся, тройка с плюсом тебе, бля, да. Так. Наверное, отсюда будет быстрее движать. Я слежу, что на ютубе можно стримить в 2к и больше качества. Почему твич не дает возможность стримить людям в 2к? На ютубе, блядь, замечательно можно стримить в 2к, только кому это, блядь, нужно? Чтобы изображение в 2к... Ой, блядь, короче, это долго технически говорить, блядь, и... Это хуйня, блядь. Твич тоже собирается скоро вводить 2к, там 4к, это абсолютно бесполезно, абсолютно, блядь, абсолютно в данный момент бесполезнейшая хуета, она даже просто людям банально не нужна. Я начал говорить стихами, все потому, что я отчаян, и... нахуй, идея не придумал рифму. Короче, я к тому, что это на самом деле абсолютно бесполезная функция в данный момент. Вообще. Для того, чтобы битрейт в 2000, блядь, в 2000, не говоря уже о 4х, был нахуй нормальный, нужно битрейт пизданутый делать. Это повышаются требования нереально к интернету человек, который тебя смотрит. Это первое. Во-вторых, блядь, у человека должны быть соответствующие технические характеристики, для того, чтобы имело смысла смотреть 2К. То есть, чтобы он мог эти 2К, блядь, нормально увидеть. И так далее, и так далее, и так далее. Это невероятно в данный момент бесполезная хуйня, учитывая, что пользователей 2К и 4К-монитора на самом деле крайне мало до сих пор. А все потому, что они пока неудобные, они пока с хуевыми откликами, даже супер дорогие. Короче, они не сравнятся с мониторами в Full HD, которые выпускаются для геймеров и так далее. Для шутеров и прочее, прочее, равняться стоит настолько дорого, нереально дорого, что просто пиздец. Там цены абсолютно пизданические, что, блядь, люди их просто не покупают. Там покупает, блядь, один какой-нибудь Васи из богатой семьи. По цене, нахуй, компьютеры. Монитор. Но этих Васи очень мало. Спасибо. Я торжественно объявляю закрытие Бостона по ивент-поинтам. И мы отправляемся на квест. Бостон стал второй локацией, которая была полностью закрыта. Что внизу, блядь, слепошара, ебаная нахуй, это во фронтир переходы. Не, подземелья еще? Где? Где подземелья, блядь? Не, они, может быть, появятся потом, я хуй пойму, но сейчас в данный момент нет ничего. У тебя монитор изогнутый или обычный? Нет, он необычный. Бля, жалко, я не могу детей убить. Хотя, погоди. блядь, долбоеб, я ребенка пытаюсь убить. Лучшие цены на доставку через океан. Занимайтесь делом, мы позаботимся о деталях. свежемошном картридж обнал за один пенни. А, телепортнуться к точке перемещения и войти внутрь? А, все-таки не все, да? Ну ладно. Блядь, и куда? Ладно, давай сюда. Ммм, блядь. Ну я не могу открыть. А, с другой стороны. Спасибо большое Insanity. И спасибо большое Сашок на Пасашок. Блядь, как же, как же, как же хуево они сделали вот это, вот это дерьмо. Вот это, конечно, лютое дерьмо, чат. Нахуй было делать вот такую систему, да? Просто пиздец. У меня проблемы, я начал качать икроножные мышцы, и я, походу, сдавил ими нерв, и теперь постоянно чувствую, что я отсидел ноги. Может быть, икроножные мышцы нельзя накачать? С добрым утром. Ты их просто начал тренировать, да? А не качать. Ммм. Это что, блядь, проход? Такой. Я что-то не понимаю, блядь, какого хуя. Мм, ладно. Блядь, что за параша, господи Иисусе? Да, кстати, чувак, если ты реально хочешь увеличить все икроножные мышцы, я тебе реально предупреждаю, что ты не сможешь этого сделать. Это не прикол какой-то. Ну, если что? У нас так организм устроен, что самое забавное, что тебе либо повезло от природы, и у тебя красивые и хорошие икры, как будто бы накаченные, либо не повезло, все. То есть, такие крупные хорошие формы. Существует даже специальная операция для этого, ее делают многие культуристы и бодибилдеры. Импланты вставляются в икроножные эти, чтобы мышцы икр выглядели, ну, сопоставимо, так сказать, телу. Просто потому, что ты с ними нихуя не сделаешь. Кстати, ебанно, блядь, устроен, как его, природой, да, так тупо, на самом деле. Типа, блядь, бред. Вот если так подумать, какая-то хуйня, бля, ебаная. На самом деле, блядь, че за хуйня, блядь. Типа, все ок, а это нет. Блядь, 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 бред какой-то. А, мы здесь, типа, пройти не можем, что ли? Да, здесь, типа, тупик, то есть, не надо входить, только вот так. Эти подземель... Блядь, это вообще бред, нереальный чувак. Эти лабиринты, это просто жесть, какой бред. Вот опять же, да, зачем это делать? Здесь нет ничего. Просто пустой лабиринт. На- ху- я. Вот разработчики, когда они, они когда, ну, делали что-то, не задавали, блядь, себе вопрос? Но все равно схожу к врачу, а то неприятное у меня чувство. Нет, ну ты, конечно, мог как-то там что-то повредить, там, перезажать, и так далее. Да, конечно, сходи, если тебя это беспокоит, сходи, но я не знаю, как ты мог так тренировать икру, чтобы там с ней что-то случилось такое. Но вообще, я тебе еще раз говорю, ты, надо как бы, зачем ты тренируешь игры, то есть, какая у тебя цель? Вообще, икры тренировать надо, да, делать упражнения на них комплексно, если ты тренируешь ноги, например, комплексно, да, и так далее, то, конечно, упражнения на икры тоже надо делать. Но если ты хочешь, там, сделать какой-то красивый рельеф ноги, от, так сказать, от основы, да, до верха, то ты можешь этим и не заниматься больше. Ну, то есть, особо, блядь, как бы, ну, учесть, как это будет работать. Потому что тут чисто на удачу. Генетика. Только генетика. Здесь прям вообще по-другому никак. А либо генетически повезло, и у тебя культура тела такая, вот так скажем, спортивная. У людей, которые предрасположены, вот такие вот, как бы, такие спортивные из культуры тела, у них икры хорошо выделяются. Вот они не тренировались вообще, а у них прям икры такие, как будто бы, блядь, вот как будто реально накачали их нахуй. Прям такие прям, когда они поджимают икру, она прям вот, как будто, блядь, нахуй, нахуй, они никогда не качали их. Вот. Просто везение. Да, не стоит путать с жирными икрами. Речь идет именно вот о форме, они прям, ну, такие-таки, полуквадратные становятся, такие, хорошего размера, и так далее, и так далее. Бля, какое говно, я не понимаю вообще. Я не понимаю, блядь, я просто нахуй не понимаю, ебогу, блядь, что ху... Зачем? Как же это беспощадно и тупо, ебать. блядь, блядь, я, если что, не нашел еще ни одного прохода больше. Пока что. Касательно бога и религии, выстав обязывает масона при любых обстоятельствах повиноваться и блюсти моральные законы, если он верно понимает ремесло, то никогда не станет глупцом, атеистом или неверующим вольнодумцем. лабиринт, самая душная локация. Фронтир один хуй хуже. С незапамятных времен масоны были гонимыми в каждой стране и во всем мире, а какой бы религии или народе ни шла речь, и ныне считается целеснообразным оставаться в рамках той религии, в которой, согласны все люди, оставляя собственное мнение при себе, и таким образом оставаться верными и добрыми людьми. Людьми чести и достоинства, дабы, невзирая на деноминации и убеждения, будь то христианство западных стран или буддизм земель восточных, их легко можно было бы отличить. Итак, масонство становится центром союза, средством примирения и установления настоящей дружбы между людьми, которые разделены огромными расстояниями. Это что за хуйня, блядь? Ебать! Найдите записи масонов, чтобы выяснить, как работает это устройство. Ну охуеть теперь! Вскройте, поворачивайте линзы с помощью... Короче, во главе религия, в жопе мореплавания, здесь это, а здесь это. Так, погоди. Так, вверху, наверное, будет мир. М-м-м. 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 Кофейня корона. Ну-ка. М-м-м. М-м. М-м. Погодите. Мы этой хуйней должны заниматься при каждом нахождении выхода? М-м. М-м. Нет. Ну ахуеть теперь в тупик пришел. А ты что, хотел? Ты еще не набегался, мой друг? Впереди. Интересный геймплей впереди. Блин. Субтитры сделал DimaTorzok. Если дело такое срочное, может сам им займешься? Хе-хе-хе, посмотрите на этого стримера. Хе-хе-хе, у нас всего три тестера задохнулись при прохождении. Хе-хе-хе, если для него это говно, то в Либератион вообще не стоит соваться. Хе-хе-хе. Спасибо большое, Юбисофт. Хм, пиздатый круг. Субтитры сделал DimaTorzok. Ой, бля. Ах, пиздатый круг. Субтитры сделал DimaTorzok. Ах, пиздатый круг. 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 Блядь, я не вижу больше прохода. А, вот здесь проход еще. Пиздатый круг. Ах, пиздатый круг. Здесь тупик. Здесь, как бы, прохода нет. Потому что это уже выход отсюда. Это тоже выход. Здесь тупик. Вот здесь пройти нельзя. Пиздатый круг. Ах, пиздатый круг. Пиздатый круг. Пиздатый круг. Ах. Господи, невероятно хуёвое дерьмо Вот зачем это было сделано Мне правда не ясно А, сюда я не могу пройти Здесь Может быть я могу перепрыгнуть как-то А, ну видимо да А с маслёнкой я не могу туда пойти Этой ёбаной А, я понял Блядь, опять О, господи Сюжет прошли ещё? Нет, я всё выполняю постепенно Блядь, какая хуйня О, господи, какая хуйня Пизда ты чёт, пизда ты геймплей Вот сколько мне ещё их надо найти Семь-шесть это пиздец Это пиздец, реально Как называется моя RGB колонка? Ебать, что нахуй? А, господи, как же они называются Блядь, забыл О, господи, как же они И Ой, блядь А, спасибо, у меня руки были заняты Появились, блядь, из-за стены Мы построили хуйню Да нет, так-то на самом деле Эти проходы-то очень крутые Ну вот если так подумать Они, наверное, пиздец помогают Но... Блядь Ещё два А, нет, это что-то другое Погодите Сколько суммарно-то нужно ещё? Два это что-то другое Ай, блядь Так, и теперь как нам вот где-то вот сюда Это куда... Ой, блин, какой пиздец Десять или одиннадцать всего А мы нашли только три, блядь Или что? Я вообще в ахуе, честно говоря, блядь Я вообще полном ахуе Блядь Здесь он ещё не бегает быстро Это вообще вот отдельное спасибо разработчикам А ну слеза! Лезай-ка! Что стоило? Что, убейся, чего ты? Готов стрелять! Потом ещё в Нью-Йорке Жизнь без старых товарищей и горилки Стоит столько же, сколько бабы без жопы Кстати, хотим всей компанией отблагодарить твоего зрителя За идею с Минотавром в лабиринте В следующей игре он уже будет Спасибо, что помогаете делать наши игры только лучше Хе-хе-хе Не за что, Юбисофт Не за что Окей Можешь подсказать, сейчас на АС-3 на геймпад не подержишь То, может, ничего не устанавливал У меня вот геймпад от Эксбокса И... Ну, не от Эксбокса прямо это А специальный такой геймпад для ПК я покупал Он как Эксбоксовский На вид и вот Он, короче, Эксбоксовский Только для ПК, да Вот сделан специально И во всех играх у меня вообще нигде не нужно было его никогда Вообще за вот сколько лет Кромешное количество лет я им пользуюсь Мне ничего нигде не надо было делать Поэтому я ничего не настраивал У меня просто все работает и все Слипкнот Ну, там есть еще Другие прохождения замечательные Только у меня тоже для компа Ну, у тебя, значит, что-то через пизду работает, наверное Не думаешь об этом? Так Надо искать проблему, не знаю Это, может быть, банально даже в винде проблема Там же есть дети, господи Контроллеры Которые детектят, блядь Все, идиот А, мы здесь не можем пройти Да, обычный геймпад, но, блядь Геймпад Нахуй у него есть? Модель, не? Пиратка? У тебя винда пиратка, а? От хаттаба какого-нибудь, да, блядь Там, пиздата Геймер эдишн Плюс 2000 фпс Потом уже дабл Бля, нихуя Блядь Геймер эдишн Просто хоррор Какой-то Че произошло? Вот только что Ладно Залезем сюда Может быть, это открылось Я Не увидел Тут на скорость Блядь И если б я просто знал Сука Че мне сделать надо? Ну то есть Я не вижу нихуя Я не понимаю Где механизм Срабатывает Какая-то, блядь Темнота Нахуй Что-то там Двигается Спокойной ночи, Анненьки Спасибо, Арзухан За 58 месяцев Ну то есть Вот, вот, блядь Что, вот это работает? А, вот это, наверное Блядь Вот это хуйня, наверное Какая-то работает Не понимаю И что? А, ну да Так, она типа Поднялась наверх Тебе же дали фонарь, блядь А тебе не дали мозгов, братан Иначе бы хуйню не нес Так Я не понимаю Лифт для фонарика Я понимаю Что для фонарика Только мне сказали На время, блядь То есть мне просто Напиздели, блядь Никакого времени нет Я ищу, блядь Куда я должен пройти На время, блядь Еблоит нахуй Из чата Душный Так нахуй Выйди отсюда Блинкомом, блядь Понятно Нет никакого Времени Ясно Я тебя не понял, Корт Тут на время Я такой Окей Раз на время Нихуя не на время Боже, блядь Все-таки Ассасин Крит Как только Как только Поднимает В моих глазах Бал Сразу же Сразу же Его теряет В ту же самую Секунду Настолько Жесткие И неудачные Решения Друг за другом Идут Что просто Поразительно Все-таки Это хуевейшая Часть Этой серии Одна из худших Да Супер Супер Круголя Ебанули Ага Мы должны Что-то активировать Там Вот короче Там и там Чтоб эта хуйня Заработала А вернее Там и там Остались По-моему Или Не подожди Ладно Похуй Пляшем Короче Что-то мы делаем И это Что-то активирует Это пока Душнее Фронтира Нет Фронтир Душнее Но это Все равно Очень плохо Да Чат Вы тоже Будьте здоровы Ну-ка А если я Этой хуйней Сделаю А Нет А че Не рыгнул Не хотел Масонцы Он есть мирный Подданный Любой Гражданской Власти Где бы он Не жил Либо работал И он Никогда Не станет Участником Заговора Против мира И процветания Наций Как не станет Никогда Противиться Воли низших Властей Ибо масонство Всегда страдало От войн Кровопролития Беспорядков И древние цари Князья Высшие Всегда Поощряли Ремесленников За их Миролюбие Миролюбие И верность И это было Ответом Знаковерзой Неприятели Доказательством Чести Братства Кто бы Не процветал В те дни Мирных Закатов Если Член Братства Бунтовал Против Государственной Власти То не получал Одобрения В своих Действиях Но его Лишь Пожалеть Оставалось Как любого Несчастливого Человека И если Никакой Иной Вины На нем Не лежало То верность Братства Должна была Отречься То верное Братство Должна была Отречься И Отрекалась От его Бунта Не Оправдывала Его И не Держала Обиды На правительство Его Осудившее Но исключить Его изложение Имело Право И отношение К нему Оставалось Нерушимым Так Так А Оставалось Чтобы И Изучito Оставалось Блядь, они имеют ввиду слева направо? То есть по часовой или как? Мирный подданный сначала, потом должна быть власть, в конце должна быть человек. Странно. Мирный подданный это наверху. Потом получается древние цари и князья короны. Кто бы не процветал в те дни мирных закатов, оставался как любого несчастливого человека. Подожди. Может быть так? Нет. Блядь, наверное, под мирным все-таки имелось ввиду, может быть, масонское это. Ща. Нет. А, колосс-то не ми, колосс-то процветание, типа. А, окей. Значит, получается... Есть наверху подданный, цари вправо, колосс слева. Понял. Блядь. Нет. Я просто не понимаю, что означает из этих значков что. Типа, я знаю, как расположить, и я не понимаю, что они имеют ввиду, нахуй, под... Масон, значит, наверху. Да. Дальше масон. Князья справа. Процветал в дни. А, ну, внизу должно было быть, да. Пожалеть осталось как любое... Нет, я вообще-то все правильно сделал. Погоди. Вот вообще должно быть вот так. Вот так должно быть. Вот. Вот, блядь, если верить записке, должно быть вот так. Непонятно. Нет, масон должен быть наверху. Нужно понять, откуда идет отсчет. То есть, блядь, если располагать их в правильном этапе... Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас шмара. Ничего, скоро я с ней посчитаюсь. Не шибко ты ее ублажал. Нельзя девушку упрекать за амбиции. Кстати, юбики выпускали ассасинов по системе несколько нормчастей. Между ними на АТБИС за год клепали своими левыми студиями. Первая часть. Братство и третью делали больше года. Вот такие дела. Давай попробуем поместить их вот так, да, по часовой. Нет. Значит, блядь, неправильное расположение. Ну, пожалеет человека в конце. Любой масон вверху. Власть вправо и процветание внизу. Блядь, бред. Просто бред. А почему корона-то вверху, блядь, лол? Тогда записка пиздец, блядь, какая странная. Блядь. Вообще абсолютно... Ладно, окей. Князья Высшие, но я понял, что они дают тебе просто, блядь, описание картинок, а как их располагать должен наугад. Ай, бред, конечно, да. Спасибо, Зедикс. Поехали. А чё, чат сдох? Ну, на играх вообще чат почти не пишет. А сейчас ещё и людей очень мало на стриме, поэтому... Как бы одно на другое, вот тебе и результат. Так... Теперь, получается, сюда надо бежать. Господи, какие же Ubisoft конченые. Хм... Блядь, мне, наверное, будет легче просто репортнуться сюда. Так... Так, что, налево теперь, да? Что за костюм? Ой, я не помню. Спокойной ночи, ребята, уходят. Мы еще, наверное, немного постынем, часик буквально. Пойду тоже отдыхать уже. Что сделать надо? Найти телепорты, блядь, все, быстрое перемещение, блуждая по бесконечным коридорам, блядь, этого говна. Еще один, блядь, круг. Бля, они могли бы хотя бы вот такой хуйней не заниматься. Не выстраивать круги, блядь, вот такие. Не гонять игрока, то есть... Зачем? Просто зачем? Неужели они, блядь, реально не понимают своей головой? Насколько это неудачно? Это же просто бред. Ну вот, серьезно, вот прикиньте, вот игрокам завезли такой геймплей. Это же просто невероятная хуйня. В какой игре тебе больше нравятся подземные коридоры? Ни в какой, блядь. Чувак, тупорылый вопрос, блядь. Мне вообще пуху на подземные коридоры. В смысле, в какой игре мне нравятся подземные коридоры, блядь? Да мне вообще поебать, как бы... Какой, сука, нормальный человек вообще об этом думает? О, какие подземные коридоры мне нравятся? В какой игре, блядь? Подземные коридоры, наверное, в этой, блядь. Чувак, вообще никто, блядь, не думает об этой хуйне. В какой игре тебе нравятся стены, блядь? Да, я блядь. Чего нахуй? Ни в какой, блядь. Я понял. Поняли, да, ребят? Здесь воду... Рош. Ну, блядь. Фух. Фух. Как тебе игра, нравится? Полное дерьмо. А, в игре... В какой игре тебе нравится пол, вернее? Что ж, еще одна дверь. Ебать, а здесь уже четыре? Так, это управляет тремя. Это управляет двумя. Блядь. Блядь. Так, и чё? Здесь еще направо проход. И здесь направо, блядь. Обратно возвращаться. Какое говно. Ты прям все части хочешь пройти? Ну, я этим и занимаюсь, на самом деле. Вот мы уже прошли, я прошел первую, без чата, это было, когда я начинал. Потом я сказал, что я вот их прохожу, и чат сказал, давай стримим. Я прошел вторую на стриме, прошел Brotherhood на стриме, прошел Revelation на стриме. А сейчас вот мы находимся в третьей части. Юнити самая кайфовая, на нее больше всех мошнили. Сколько стримов до конца игры осталось? На самом деле, очень трудно предположить. Я думаю, что от двух до четырех. В этом промежутке. Но мы играем только понедельник и воскресенье, игровые дни. Между этими мы... Блядь, завтра, что ли, подрубить стрим, нахуй? Дополнительный. Пиздануть Ассасин Крид, нахуй, чтобы с ним долго не затягивать. Завтра я смогу подрубить пораньше, потому что мне не нужно дела делать. То есть я смогу подрубить, например, в пять, а не в шесть. Ты уже твердо решил про Телеберейшн? Ребята, я прохожу все. Я не выбираю. Я прохожу все по хронологии выхода. Мне кайфово смотреть на изменения в игре. Даже на дерьмовые. То есть это очень круто. Я узнаю многое о серии и вообще как-то, ну... Это прикольно. Мне нравится. Мне нравится смотреть даже на неудачные вещи. Мне нравится преодолевать, превозмогать, блядь, неудачные решения, которые разработчики используют в играх. В этом есть свой прикол, свой кайф, свой игровой опыт, свой... Не знаю. Ну, то есть, хз, как объяснить, просто вот так. Так, ну, получается, здесь все. Теперь идем сюда тогда и вот тут пойдем куда-то. Например, неудачные катакомбы. Ну, например, неудачные катакомбы, да. Можно, на самом деле, вправду добавить дополнительный стрим, чтобы, блядь, просто этот сучий Ассасин Крипт 3 быстрее пройти. А следующая игра у нас будет This War of Mine. Я надеюсь, она мне понравится и она меня не задушит. Почему у тебя ЛГБТ плюс стоит? Потому что я, эээ... Ну, гомосексуал. Блядь. Подождите, а вот это проход или что? Вот это вот, я вот не вижу. Вот это вот слева. Ну, наверное, да, потому что здесь большая зона. Здесь наверняка должен быть проход куда-то. Три стрима осталось как раз с учетом Нью-Йорка. Ну, может, я либо завтра не буду подрубать, а подрублю, получается, вот следующие три дня у меня будут стримы, например. Включая вторник. Да, то есть просто за три дня ее прям взять и добить подряд. То есть как-то так. Раз осталось три стрима. А завтра я отдохну. Какой смысл этих катакомб от точки быстрого перемещения открываем? На самом деле они мне не нужны, я открываю их для 100%. Потому что это часть ивент-поинта считается. Тише, неизвестно, кто здесь еще. Я бы на самом деле завтра полежал бы весь день, поиграл бы нахуй. Подрочил, попердел. Понятно. Ну, поиграл, имеется в виду, в оффлайне что-нибудь свое такое для расслабона. Непонятно, здесь будет обход такой или что. А, как будто бы нет вообще. Во что играешь для расслабона? Ну, я играю Mobile Legend. На мобилке это... Ну, я думаю, понятно по названию, что это за жанр, да? А, ну да, здесь нет на самом деле никакого прохода. Блять. Так, еще одна есть. Здесь, скорее всего, круг. Может, постримешь, как ты дрочишь? Ребят, вы, вот знаете, вы немножко не понимаете, но игра, когда ты без стрима, она несколько... Ты несколько по-другому. Ты можешь спокойно встать, почесать яйца, там, прекратить играть, например, понимаешь? И пойти заняться своими делами. Потом обратно вернуться в игру. То есть ты более свободен в своих действиях. Стримы, они так или иначе тебя определенным образом сковывают, понимаешь? Ты вот, ты как бы сидишь просто, можешь пожрать, остановиться, пойти резко что-то посмотреть. Ну, короче, вот всякая такая хуйня. А в ML Mobile... Ну, на мобильнике катаю. На S21 Ultra. Если ты про модель телефона спрашивал. Тяжело следить за своим поведением во время стрима. Я вообще не слежу за своим поведением во время стрима. Мне похуй. Вот ты не поверишь, блядь, но я вот такой, какой я есть. Просто я вообще... Я вообще себя никак не... Ну... Поведение свое не контролирую. Как тебе телефон? Просто охуеть какой хороший. Я в плане персов. Блядь, у меня плохая память на имена. На топ-плейне стою чуваком с двуручным топором, блядь. Который крутится еще, блядь, этим топором. За боковую, за воду, блядь. На АДК играю Мии. Мии могу сыграть. Могу сыграть за Кейт. Ой, не за Кейт, а за как ее там, блядь. Кейт это вдруг... Господи, блядь. Дариус. Ну, в Лиге Легенд это Дариус. А в Мобильной Лиге это не Дариус, это другое. Ну, как Акс в Доте, да, Дариус. Лучшее управление на мобиле с джойстикой или с обычным способом? Обычным способом. О ложах. Ложа есть высшая точка, где масоны живут и трудятся. Следовательно, ассамблея или должным образом организованное сообщество масонов называется ложа, и каждый член братства должен к ним принадлежать, и быть ее подданным, и подчиняться ее законам и общим правилам. Таковы есть либо общие, либо частные, и понять их можно, лишь следуя им и подчиняясь прилагающимся своду законов великой ложи. В древние времена ни мастер, ни подмастерий не могли существовать в ней ложи, особенно когда им было велено появляться в ассамблее. Не подвергаясь осуждению, если только мастер и смотрители не признавали, что виной всему обстоятельства непредалимы силы. Долго ли катакомбы будут, на самом деле они уже подходят к своему концу потихонечку. Ну, это точно наверху. Или закон они имели ввиду подойти под этой ложей. Как неудобно это сделал, на самом деле. Ну, масоны наверху. Подданными. Ну, наверное, прям под ней это получается. Слева-справа. А, ну и общие правила внизу. Так я уже так располагал, блядь, лол. Масонство, правила внизу. Масонство здесь. Бабы с... Я ж, блядь, так делал, алё. Нет, я располагал слева и справа мужика с бабой, блядь, и... Бред вообще полнейший, ладно. Может быть, у меня баба была справа? Может быть, поэтому? Ну, ладно. Не, блядь, по-моему, я реально делал. Я-я-я-я четко помню, что они были слева и справа у меня. А, я, типа, может, поменял местами бабу с мужиком из-за этого? Чат, кто-нибудь считает, сколько осталось открыть телепортов? Нет, весы у меня были сверху уже после. Сначала у меня были сверху масоны. Весы это уже я сверху поставил потом. Один, два... Бля... А, ну вот здесь проходик есть. Какал ли я сегодня? Да. Ну, так, немножко перед залом, так... Э-э-э-э! Чуть-чуть совсем. Плюнул попой. В унитаз. Бля. Так, окей. Значит, здесь у нас тупичок. А, ну вот, получается, вот здесь у нас есть проходы какие-то. А, вот вниз. Скорее всего, здесь будет тоже тупик ебаный. Вот здесь вот. Здесь особо негде. Слишком близкие телепорты. Скорее всего, здесь внизу. Не хотел бы пререкламировать интернет-магазин сладостей. Блядь, с удовольствием, на самом деле. Это ж охуенно. Я люблю рекламировать вещи, которые прям заебись. Магазин сладостей, интернет, это охуенно. Потому что, блядь, сладости, это заебись, блядь. Ну, и, короче, я люблю белую рекламу вот такой штуки. Если бы ко мне пришел магазин сладостей рекламироваться, я бы, блядь, с удовольствием вообще. А, у меня 10 точек из 10, и все. А как вы где это увидели, чат? Привет, ты будешь потом шоу пацанки смотреть? Блядь, может быть, я с ним буду делать нихуя. Про меня прорекламировал бы магазин анальных утех. Нет. Сверху было написано. Где, блядь? Где, нах? Их точно 10 всего лишь? Их точно 10, чат? А, ТП на любую точку? Ну, ладно, давайте. А, ну да, все. И вправду, охуеть, блядь, все нашли, чат. Пипец мы это сделали. Охуеть просто. Идем на квест. Мы это преодолели с вами. Санкций и демонстраций недостаточно, Сэм. Надо действовать. И я имею в виду, не письма с упреками. А, Коннор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Костюм с Менниема. Да. Наш разговор грозил уйти в неприятность. Пол Ривер. Ты, конечно, слышал о... В полночной скачке Пола Ривера он был одним из садников, которых отправили в Лексингтон и Кон и Конкорд с предупреждением о грядущей атаке 18 апреля на 1775 года. На короле Ривера революция этим не ограничивалась. Он был членом сынов свободы в континентального... И континентального конгресса, и участником бостонского чаепития. По профессии Ривера был серебряным делом мастером, одним из самых умелых ремесленников в колониях. Также он делал гравюры по меди, самой известной с бостонской бойней. На ней изображены британские солдаты, расстреливающие в упор не вооруженную толпу. Очень эффективный образ пропаганды. Сейчас мало где можно найти пропагандистские медные пластинки. Такое искусство погибает. Ко всему прочему, Ривер был лучшим дельцом, владавшим отличным чутьем на деньги. Когда серебряные украшения не приносили доход, он делал зубоврачебные инструменты. А когда во время войны из-за независимости стало не хватать пороха, он построил пороховой завод. После войны Ривер расширил свое дело и занялся отливкой колоколов. В итоге сделал колокол, который висит в королевской часовне, одной из достопримечательностей Бостона. Прорекламировал бы презервативы? Да, вообще без проблем. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Это все хорошие продукты. Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. Приятно видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть раб. Кто? Сари? Сари. Сари была служанкой в доме Сэмюля Адамса примерно с 1765 года. Ее подарили второй жене Адамса и Элизабет Уэллс на свадьбу, потому что ничто так не выражает заботу, как «на, этот человек тебе». Однако Адамс против рабства и настоял, чтобы ее освободили от того, как она стала жить с ним. Так и случилось, и она работала на семью Адамсов почти 50 лет, что куда более скучно, нежели работать на семейку Адамсов. Кстати, хоть Адамс сам и не держал рабов, но он не особенно боролся против рабовладения во время своей политической карьеры. Он поддерживал аболицианистические меры в Массачусетсе, но никогда не настаивал, если это могло вызвать трение между штатами. Ладить с другими политиками было намного важнее. Это я понятно о Сэмюле Адамсе, а не о Гомесе. Мои слова не расходятся с делом. Отсылочка. Привет, Эксепшн. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так вы скажетесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, чьи лавки закрылись из-за недовольства короны. Здешние люди не свободнее Сари. Это отговорки, а не решения. Все должны быть равны. Причем сразу. Или по очереди, или никак. Нужно искать компромисс с Кодором. Как это не грустно. Эй! Это мой дом! Что бы вы ни говорили, ворюги! А если мое имущество нужно этим пням из парламента, пусть плыву за ним сюда сами! Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь, или ее выбьют! А! А, черт, мы заходим! Полагаю, доказательств достаточно, Коннор. Идите дальше. Я догоню вас позже. Помогли бы мне! Да! По делам, Эмма. Пусть только попробуют снова прийти. Фу! Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих летят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Скоро меня обгонишь, как бы говно. Я же... Ну... Видишь, как прохожу? Все, зачищаю. У нас сейчас, получается, ребята, одни сюжетки пойдут до открытия новой локации. После открытия новой локации мы сдадим предметы для поиска карт и уйдем на морское дело. Наверняка, после открытия новой локации также откроется еще и... Лол, блядь. Понятно. Их всего три надо. Забейте. Забейте. Это хуйня. Их надо всего три. То есть сейчас будет третий. Хуйня. Время. Продолжение следует... Ну там было написано три вообще-то. Я видел корда. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостонист решенный чая. Опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озлотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня. Не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль. Я знаю нужную пьесу. Не знаю, Дорин, честно говоря. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что... Так. Да, бить надо было всего три. Сколько до конца игры еще, до хуя. Хм... А-а-а, блять. Хм, понятно. А-а-а, не, все правильно, это другая миссия. Все нормально, это другая миссия просто. Кичимсик кушаю. Прингл с паприкой. Так, получается, я уже все сделал. Теперь сюда. А, нет, стоп. Вот сюда. А, нет, стоп. А, нет, стоп. Застрелил его, чтоб тот не мучился Бля, барабанщик Бля, барабанщик Бля, барабанщик Бля, барабанщик Бля, барабанщика Бля, он убежал, что ли? Твою мать, блядь я пиздился фактически из-за него как тебе принялся сметану да я бля он вернулся я не помню их давно не да блять система конечно здесь просто отвратительная вот с этими стражами блять стала просто блять ужаснейшие мм быстрое перемещение недоступно почему а мы типа за мы 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 в понятном задачи тогда на части очень много всего отвратительно собственно поэтому она и дерьмо но здесь на удивление юбисофты почему-то сделали прямо ряд кромешно неудачных решений прям целый ряд кромешного долбоебизма обычно они допускают в игре там ну хоть одно говно въебывают туда да который душит который тупо выглядит ну два говна а здесь просто пиздец так Играет музыка. Играет музыка. Только время тратить будет. Блять, мне нужно сюда бочку принести, что ли? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Пистолет не перезарядился Какие-то фильмы от Марвел? Нет, пока еще больше не смотрел Так, тут бочка рядом лежит, я вижу Стоять, не свои! Аута! Не смывай, не парни! Быстрее! 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 Освободите округ от влияния темплиеров Ну и как я должен это сделать, блядь? Я и так Я и так выполнился А, все! Это форт надо было разъебать Понятно, буржек Так, новое говно Ну давайте, вы хотите, чтобы я костюм поменял? Пойдемте и заодно Может караван отправим Что-нибудь такое А почему там так костюм тут не нравится, чат? Вам не похеру? Отец Патрик просит взять день пособных граждан Поработать час в субботу Ужасно выглядит Ладно Так Давайте накупим ресурсов Они все недорогие И сейчас делаем крафт какой-нибудь Так Правильно я тебя делаю, да? Мы сейчас с вами закупимся Накрафтим и отправим караван Верно? Проще караван со шкурами Так это надо шкуру фармить Или нет Ебать 1600 нахуй А или не надо Ебать тут хуйня Так У меня нет караванов, ребят, в данный момент Создай Блядь, я не помню как В торговле здесь, да? Только что были? Ну что только что были? Только что вот, блядь Я тебе не могу ничего сделать Здорово с пяти Все окей Да Просто Я все делаю только спустя, там, не знаю Полмесяца Блядь, чат, я не понимаю Я не помню как надо создавать караваны Правда Либо я отсюда не могу это делать Там, где саблю смотрел Только дальше Ну и что? Вот все, что тут есть Что? Что дальше? А, типа вот это, что ли, блядь Сухопутный караван А, все, блядь Вы про это Так, окей, я сделал Так, восемь Ну давайте А, мы здесь только можем ресурсы ебашить Блядь, что за хуйня, честно говоря Блядь, ладно, похуй И Прибыль, блядь Короче, нахуй караваны Правда, в пизду не нужны Нахуй их, блядь Машнить там с бабками Этот, нахуй, здесь не нужно И так денег достаточно Так, ну и что будем, ребята, брать? Шея кормака? Ну давайте Будем бегать О, кстати, смотрите Прикольно Прикольно Не-не Этот прикольный Как будто бы рога Плащ Плащ сильно болтается Ее, по-моему, это не зритель, а Юдашкин какой-то Какая разница-то? Стефан, что стряслось? Где сам Адамс? Не знаю Меня ограбили Я перевез сюда ценности Но пока меня не было Кто-то все украл, мерзавцы! Куда это вы? Вернуть Мое имущество Нахуя мы их просто убиваем Он народ собирает? Королевская часовня Король Яков II приказал построить эту англиканскую церковь В 1680-х годах Он ведь был королем А им по работе разрешено делать все, что пожелают Но поскольку в Бостоне было полно пуритан Которые перебрались в новый свет Именно за тем, чтобы быть подальше от англиканцев Никто не желал продавать землю под церковь перспективной конфессии В итоге губернатор приказал возвести церковь прямо На старом публичном кладбище Решил, что мертвецы жаловаться не станут Они вообще известны своей уступчивостью Там сегодня и стоит эта церковь После революции церковь несколько лет носила имя Каменная часовня Короли тогда были не особенно популярны И называть каменную часовню каменной часовней Оказалось самой удачной идеей На тот момент времени Я, кстати, никогда не понимал, зачем этому народу Независимость Мы дали ему жизнь, но он в младенчестве с удовольствием сосал нашу грудь Делал первые шаги А войдя в пубертат, только и мог, чтобы болтать о независимости Он бежал из дома, хлопнув дверью Но мы-то знаем, что рано или поздно он вернется, чтобы занять денег Или попросить его устирать одежду А мы его попро... Простим, потому что мы старше и умнее Короче, он бунт поднимает Прошу, послушайте меня Я слушал слишком долго Эти грабители врываются в мой дом Я отопшу Виновные заплатят полна И их дужки Вот так много лет, что я собираюсь за фронт Они будут гулять в мою руку На драку нарываешься, Томби Я тебе и обеспечу Давай, дестрой, спокойной ночи Он реально ходит и доебывается Как тебе этот костюм? Прикольный Как тебе вообще тема войны за независимость? Сама тема хуйня Нравится играть такое? Такое Слишком много неудачных решений Пока боджик, да У тебя будет рожа под цвет мундира, копыль Уничтожен, глупая тварь И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел Вздор Кто-то за этим стоит И ты выяснишь, кто А не сможешь, я тебя пристрелю И найду шавку умнее Ебать Что будем делать? Все сейчас узнаете Используй своих рекрутов в бою И применяйте их уникальное А Кто вы, черт возьми? Да За что? У вас нет права грабить людей Даже по указу парламента Какой парламент? Я работаю на Ильяма Джонсона Джонсона? Прикончить его без шума Прошу Пиздец Кажется, люди вас слушают Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду Что в тысячу раз дороже Привет, Михаил Лицо нахуй Лицо Конора, бля Просто Особенно во время диалогов Просто, вау Спокойной ночи My Set Day Сергей, по-твоему Правдивы ли данные слова? Шутка плохая И никого не обидела Нет, это слова дегенерата Блядь, это просто охуенное решение Бунт и убийство Контракты Так Ну че, давай попробуем Успешность 0%? А Как-то маловато, блядь На, здесь везде будет 6% Больше 77% Ладно, потом Так Освобождение 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 Лебать Ну, давай Ладно Моя успешность на экзамене Это еще дохуя, чувак 77% Блядь, ты че, охуел? Он ушел И след простыл Все как всегда А, это просто другая Не, все нормально, чат Ты плеха лежит Проклятые воры Догоним они Выли, знаешь, что Отвали Хочешь получи Не поймай Отстань от него А почему эта хуйня не работает? До финала, ребят Еще очень много Ни один стрим еще Если вы сидите Ждете финала Его не будет Ни сегодня Ни на следующий стрим Наверное И ни на поза Следующий стрим Боже Больше он никому не навредит Спасибо вам Как ни печально Я уже привык Что они меня грабят Хочешь получить Подходи Не поймай Отстань Спасибо, незнакомец Эти ребята тут Всем заправляли Наконец-то им Кто-то дал отпор Так А, блядь, здесь еще что-то Блядь, а еще нам нахуя Делать что-то Там же было написано Три Будет еще одна локация Как Бостон Блядь, братан Спасибо, Нью-Йорк Называется А мы-то думали Это конец игры Блядь Спасибо, что Объяснил Блядь Конец им пришел Вот Спасибо А то решили Будто они тут Хозяева У меня написано Три из трех, блядь Но задания Почему-то висят Очень странно Господи Бесконечные толпы, блядь Из-за розыска Которые прут и прут Блядь Какая хуйня Не игра, блядь Господи Боже мой Какие неудачные, блядь Решения Просто, блядь Ужас, нахуй Бесконечно Да я знаю Что я обнаружен, блядь Чувак Расскажи мне еще Че, блядь В чем проблема Так Ну че, гой сюда Так, ну да Все, они исчезли Нет, это прям Бесконечная хуйня И дерьмово сделан слив Прятаться толком Негде, блядь Дерьмово сделан Слив Известности Блядь Просто Запомните Это лицо Просто Конечно По-хорошему Хорошо снимают Только глашаты На которых Надо бегать Собирать огромное количество Ебланов Которые бегают За тобой Чаепитие Кстати В прошлых частях Был адекватнее Да, здесь прям вообще Трэш Ну что теперь Будем вообще Трэш Какого Пока Оверняш Собрание Не может больше Ничем Помочь Стране Этого Приветствую Господа Что ж Идем Сколько будет еще Идестрим Уже скоро Конец стрима Все В чем дело Может после этой миссии Я провел весь день Попадая из одного безумия В другое И все без толку Прежде чем я сделаю Хоть шаг Я хочу знать Ваши дальнейшие намерения Конечно Сначала Отправимся К дому Натаниэля Брэдли Тебе ответили Харви вообще-то Затем К пирсу Гриффина Где проникнем на суда И сбросим чай Все просто Не так уж это И просто Не унывайте Коннор Сегодня мы Победим Цены свободы Заявят Англии о себе А Уильям Джонсон Потеряет свои деньги Ваша деревня Будет спасена У меня идея Ведите нас Так мы сбежим Новых неприятностей Я прав? Да, так он говорил Не про третью часть Эльбарта Ну да ладно Черт Опять стража Нужно обратить на них Гнев горожан Только скажите Коннор И я их приведу Опять не успел Ведущий Ведущий кстати убить с этой хуйни нельзя убить вот с этой хуйни как стоишь ты не можешь их здесь как будто бы нет убийства с этого кстати говоря реально вот-вот и нет убийства с порога со всяких порожек там и так далее блять супер странно да они сделали да я думаю такие убийства может только скрытно делать но при предыдущих частях тебе достаточно было повиснуть и ты даже обнаруженный можешь их скидывать все равно не важно а его в этой части только по стелсу ебать блять какой бред а что мешает его например пырнуть в ногу когда он стоит ну то есть когда он стоит возле обрыва что мне мешает мне скрытно пырнуть его шпагой блять патруль нужно задержать этих мерзавцев пока чай сбрасывают ты пустую коробку сбросил дебил распоряжайтесь бостонское чаепитие это стало одним из главных событий которые привели к американской революции протестующие некоторые из них были одеты в костюмы индейцев захватили три судно стоявших стоявших бостонской гавани выбросили за борт их груз чай в знак протеста против британских налогов такое количество заварки в гавани наверняка поставила мировой рекорд за самую большую чашку чая хотя британцы наверное сильнее всего были огорчены такой бесполезной тратой отличного чая за этими действиями скрылись сибирские причины остиндийская компания намеревалась продавать колонии чай по дешевке чтобы добиться прибыли тем не менее налоги на чай должны были быть уплачены британцам момент разгрузки судов а у колониста были давние проблемы с выплатой налогов так как у них не было представительства в английском парламенте скидки на чай подкрепленные сбором налогов рассматривались колонистами как попытка парламента распространить над ними свою власть протестующие развернули суда с чаем направлявшиеся в нью-йорк и филадельфию если это если бы это случилось еще в бостоне проблема была бы решена к сожалению губернатор бостона не позволил судам выйти из гавани думаю он полагал что общественность просто-напросто торгуется повздорит повздорит и уплатит налог но этого не случилось фактически протест стал разрастаться и вылился во встречу в старом южном молитвенном доме взбунтовавшаяся толпа выбросила чай за борт решив проблему и уничтожив десятки тонн чая не могу писать это без дрожи британцы отреагировали на протест послав войска под командованием томаса гейджи с приказом оккупировать город они закрыли бостонскую гавань и ввели принудительные акты в качестве наказания для колонистов конечно же от этого британцы в глазах колонистов не стали краш и лишь подтолкнули их к началу революции чай серьезный бизнес попробуй и не а и и и не и и Продолжение следует... 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 Чувак, дойду и скажу тебе об этом, Редвейгерс. Французы с севера никогда не устают. Гляну Псидесу. Ща. Если выходит на ПК, может быть. Господи, блять. Ну-ка. А, ну она не... Не очень популярная. Хм. Понятно. Так, всё. Ну что, чат? Го сюда, посмотрим, что это за хуйня. Снимать будешь пока ещё? Ну, наверное, уже... Исчезла. Ясно, блять. Наверное, уже всё. Сейчас вот сбегаем, посмотрим, что это за освобождение. Что мы там ещё не освободили? Сюда! У нас стыда! На расстрел, да? Идём же! Убирайся! Убирайся! Вы свободны! Спасибо! Спасибо вам! А теперь домой! Спасибо! Спасибо! Понятно. Тоже три. Вот, если я появился сзади. Надо было просто отойти. Давайте выполним сейчас эти три штуки. Поможем работягам. Так, чат, а завтра, наверное, будет выходной. А, получается, в среду у нас будет беременна в 16 и Рамзи. Ну, там будет пару видосов. Беременна в 16 и Рамзи. Потом у нас в четверг видосы плюс Рамзи. Пятница видосы плюс Рамзи. Суббота, а не мой день. Ну, в общем-то, всё как обычно. Блять, почему эта штука перестала работать? Это очень странно. Ну, блять. Вот такие задания я просто обожаю. Клуб Романтики больше не будет? Ну, пока не планирую. Я всё равно уже её не собирался играть, блять, всю, ребят. Там сколько там? Несколько сезонов, блять, по 10 серий. Она на самом деле не так многим ребятам нравится. Так, надо отойти, чтобы здесь появилось это. Тебе одного выходного хватает, чтобы отдохнуть? На самом деле не очень. Потому что у меня нет выходного как такового. Я дела делаю домашние. В смысле, блять? А почему только два из трёх? Алё. Эм. Ну, блять, понятно. Что, блять? Они же вроде не стреляли. Ебать, лошадь хуярят вообще. Даже на которой меня нет. Да, не стреляли. Телёх, блять. Блядь, из-за того, что за мной толпа, блядь, уебанов была Которые наспавнил Юбисофт, блядь А боссные с их системой розыска Блядь, как же хуёво сделано Просто пиздец Мисерос, вот, серьёзно, держи язык за зубами Иначе я тебя забаню, нахуй Особенно с советами про лошадь, блядь Ёбаная ты нубло Просто завали свою ебалость, иди смотри Как ты заебал меня на всех ассасинах С этими тупорылыми советами Когда игра закончится очень нескоро С эмоциональным выгоранием Да никак, на самом деле, не справляюсь Да ты постоянно хуйню, блядь, несёшь Мисерос в ассасине Да просто забей, блядь Стой, стой Спасибо, друг Но боюсь, они вернутся Так Чё, пойдём Пистолеты, кстати говоря, убивают быстрее, чем мечи Здорово Просто здорово Здорово Ты бег Так А, блять, еще один Ой, блять Ебать мне, сэрос Такой опущенный, блять, по жизни Ты заебал Опущенный маленький уебок Отъебись, пожалуйста, от меня Еще раз говорю, просто отъебись Вчера один идиот Тебе на повтор заходил И Рамзи спойлернул Как только ты сказал за Рамзи Я вспомнил спойлер, на стояние сразу упал Так там же весь прикол в процессе еще Не только в этом Убий Вас увели силой Идите домой Вы просто герой Все Теперь у нас вот что появилось Задание освобождения Влияние спойлеров переоценено Но это смотря о каком произведении идет речь Оно абсолютно не переоценено А вот как раз таки Мысль о том, что якобы оно Перед спойлеры переоценены Это, блять, вот мысль, так сказать, новой школы Долбоебов ссаных Все, блять Двое Ютуберы начинают толкать эту хуйню новую Вот это вот Что влияние спойлеров переоценено Влияние спойлеров абсолютно не переоценено Оно не просто отвратительное И они исключительно всегда портят Они ничто никогда не улучшают Они всегда портят Просто вопрос заключается в том Насколько сильно Иногда просто это незначительно И поебать А иногда это Пиздец Очень сильно разъебывает Это армия короля Самая опасная И почитаемая армия на земле Кто-то из вас пришел сам Кто-то нет Но это не важно Ведь теперь вы все стали брачьями И выжить можно только в одном случае Если доверять друг другу Одно слабое звено Может убить весь отряд Как следует подумайте над этим В заловле детей И отправка их на войну Стоит один человек Надо покончить с этим Каков ваш план? Убить его Потом остальных И освободить детей План хорош Подробностей мало Хорошо вы стреляете? Отстрелю нас крыси За четверть мили Девять раз из десяти А десятая осечка Подойдет Прикройте меня отсюда Да, я играл в ведьмака Чувак, я играл в ведьмаков Убейте лидера И нахуя меня прикрывать? У нас чисто спидранерская тактика Мы, ассасины, хотим свободы и мира А тамплиеры жаждут лишь власти Ну, я за свободу, это точно Если вам нужен снайпер Я в деле А, и нас телепортнуло обратно сюда Забавно Так Появились стрелки Так, контракты У нас теперь два чувака И по идее Вот Если мы двоих поставим Ха-ха Два процента? Да ладно, блядь То есть Один Семьдесят семь Двое Семьдесят девять Нормально Нормально, нормально Ладно, не дурненько Не дурненько Так Блядь Еще задание освобождения Бесконечные вереницы Задание освобождения Ну давай Они А, они не сдохнут при провале? Блядь Я думал, что А, ну да Навряд ли они сдохнут Они же типа как важные персоны Здесь такие прям Аж целые персонажи А не какие-то безликие прошмандовки Да-да-да-да-дам Здесь же немножко иначе Я так понимаю Мы будем здесь выполнять квесты По освобождению До тех пор Пока Не наберем рекордов Достаточно Нормально Нормально Блядь Бригада прибежала Ебать, а почему он бьет-то своих? А нахуя он своих бил? Топором Чисто седьмой Б на разборку пришел Как тебе в целом Третья часть на данный момент? Блядь Ты знаешь Вот есть хорошие вещи Прям-прям Нормас так Например Корабли Ну на удивление Удачно Поиск сокровищ Ну как поиск сокровищ Вот карты, да? И ты потом приезжаешь Какие-то острова Там еще Тоже, блядь Вот реально Прям пизда-то сделано Выступите Единым фронтом Против злобного убийцы А почему Они исчезли-то, блядь Я не понимаю А почему Глошатые Перестали работать Они стоят Ебать, блядь Игра Что нахуй происходит? А, все, все Подожди А почему я перестал А, все, все, все Роз Я почему-то подумал Что у меня останется Да, 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 да Потом Что еще здесь пизда-то Эмм Ну Бой красочный стал Но он стал медленнее, блядь Из этого он ебаный В целом Что еще хорошего стало? Ну Даже хуй знает Что еще? Блядь Не видно. Так, тихо, тихо. Нормально. Мужчины, мужчины, подождите. Блять, ты умирать умеешь, нахуй? Спокойной ночи, шаман. Ээээ... Чё-то я больше не вижу. Ну все получается, только поболтать осталось Квесты в поместье? Ну квесты в поместье неплохие, вот мы прошли уже несколько Забавные Типа батю разняет с каким-то чуваком Еще там что-то такое Да с каких стрим будет? Да вот сейчас, наверное, поговорю и уже все Радун Хагейду Главное имя, используйте его А я вот просто Дункан Будет время, продолжайте свой труд Этих подлецов давно пора остановить Ваша работа приносит плоды А я скоро вычислю, кто тут всем заправляет Это не просто банда Кто-то сильно пугает людей, странно А вы продолжайте Нет, меня не начинает плавить Плавить Редвеггерс Так Ну да, я не вижу больше освобождения, если что Но получается теперь это точно все Ну вот надо только диалоги, наверное, послушать У тебя есть костюмарный? Я не знаю Я что-то как-то не обращал внимания Так, ребята На этом мы на сегодня останавливаемся И Уже продолжим Это дело, получается, воскресенье Воскресенье, понедельник И если там останется геймплей на один день Будет, наверное, еще стрим во вторник И получается, на следующей неделе мы закончим Ассасин Крит 3 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok